Доброе утро, ребята! Всем привет! Это рубрика «Тайны шести континентов». Если вы любите удивляться и узнавать интересные секреты, смотрите нас внимательно! Марина, Паша из Томска спрашивает, что тяжелее гриб или кит? Он пишет, что учёные подсчитали, будто один гриб весит около 400 тонн. А это в два раза больше веса синего кита. Ха! Как такое может быть? Филя, наверное, Паша не до конца разобрался в этом вопросе. Учёные имели в виду не только вес плода гриба, но и его подземную часть, грибницу тоже. Хм! Как-то сложно мне в это поверить. Ну тогда давай вместе во всём и разберёмся. Давай! Грибы – необычное создание, которое сочетает в себе признаки как растений, так и животных. Но ни теми, ни другими не являются. Грибы – отдельное царство живой природы. А какие признаки есть у грибов от животных? Может быть, расцветка? Ведь грибы чаще встречаются коричневые, как и животные. Это да. Но более схожие признаки в том, что грибы едят готовые питательные вещества. Ещё в стенках грибов содержится хитин, из которого состоят и тела насекомых, например, крылышки у жуков. Хм! А на растения они чем похожи? Подобным растениям грибы имеют плотную оболочку клетки и размножаются почкованием или спорами. А ещё постоянно растут. Поразительное открытие было совершено американскими учёными. Они обнаружили грибницу опёнка толстоногого, площадь которой составляет 37 гектаров. А возраст оценивается в 2500 лет. Гриб – это огромное растение, спрятавшееся под землёй. Сотни километров живых нитей грибницы живут в почве. На поверхности земли находятся только плоды. Получается, что основную часть гриба мы не видим? Получается так. Но даже если не считать грибницу, то сами плоды тоже бывают больших размеров. Например, плод гриба дождевика. А-а-а! Это такой гриб, видим, белого шарика, который темнеет и выпускает пыль, если на него наступить. Верно. И это вылетают споры. Так вот, в Америке нашли дождевик, который могли обхватить несколько человек. То есть окружность его была почти 2 метра. У-у-у! Ой! Но бывают же и маленькие грибы. Бывают. И могут состоять из одной клетки. Например, дрожжи. А, это из которых делают хлеб! Да, но не все они полезные. Некоторые дрожжи вызывают у человека болезни. Да, с грибами вообще надо быть осторожным. Ведь есть ядовитые грибы, которые ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Самый ядовитый гриб – это бледная поганка. К таким же ядовитым грибам относятся мухомор, ложно-опенок, свинушка и другие. Важно уметь отличать съедобные грибы от несъедобных. И если ты не знаешь, что это за гриб, лучше его не срывать. Ну, я знаю, какие грибы точно съедобные. А давай это мы сейчас проверим. А, давай. Филь, это какой гриб? Это гриб сыроежка. И его можно есть. Правильно. Так, а вот этот грибочек? А, это гриб лисичка. Его тоже можно есть. Так, а вот этот симпатяга? Это гриб подберезовик. И он тоже съедобный. Филь, какой ты молодец, а? Вот все грибы отгадал. Ммм, о плодах грибов я многое знаю. А сегодня вместе с ребятами ты узнал еще и о грибницах. И теперь поможешь ответить Паше из Томска. Что тяжелее, гриб или кит? Маша, если тебе зададут такой вопрос, смело отвечай. Гриб. Некоторые из них уж точно больше китов. Ребята, о каких необычных созданиях на нашей планете хотели бы узнать вы? Напишите нам. И присылайте свои вопросы, на которые вам бы хотелось отыскать ответы. Вместе мы их обязательно найдем. На каком бы континенте они от нас не прятались.